Это обычный день, а это обычный сисадмин. Ему повезло, в его компании сервера переведены на виртуальную платформу VMware. Новый день нашего сисадмина начался с того, что ему поставлены новые задачи. Интересно, как он с ними справится? Дан приказ – защитить и отстоять. Начнем с привычного. Поставим антивирусы. Поставим межсетевые экраны и систему предотвращения вторжений. Осталось самое интересное – защитить главный компонент управления виртуальной инфраструктурой, а именно гипервизор, от компрометации. Ведь компрометация гипервизора приведет к компрометации всей инфраструктуры. Не нужно вооруженной охраны. Установим программу V-Gate – разработки компании «Код безопасности». Консоль управления позволит настроить политику паролей и правил доступа администраторов виртуальной инфраструктуры к серверам виртуализации, виртуальным машинам и виртуальным хранилищам. Сделать это можно по шаблону или вручную, создав новое правило. У сисадмина есть коллеги. О настройке прав для коллег надо тоже позаботиться. Сисадмина ноги кормят. Слетаем на первый этаж, потом на последний. Все настраиваем вот этими вот ручками. Права доступа в V-Gate назначаются с помощью специальных меток. Интерфейс программы прост. Справиться можно буквально два клика. Вот этому администратору можно все. А вот этого не пускают. Сисадмин – лицо в компании незаметное, но очень важное. Знаете, что будет, если его обидеть? Я со своего ПДА законнектился к цискомаршрутизатору через Телнет и поменял таблицу маршрутизации, в частности шлюз провайдера и ДНС. Офис в неделю висел без связи. Кого-то там вызывали, но так проблему и не нашли. Потом меня опять приняли на работу. Физические машины от вредного вмешательства Сисадмина можно защитить вот так. А виртуальные уже не получится. V-Gate разделяет права на управление виртуальной инфраструктурой и на управление безопасностью. Администратор по безопасности назначает Сисадмину уровень доступа к тем или иным элементам инфраструктуры с помощью меток, задавая уровень и категорию конфиденциальности. Что же, Сисадмин у нас теперь вечно под подозрением. На самом деле программа предоставляет ему своего рода алиби. В отчетах наглядно показано, кто, когда и каким данным пытался получить доступ. При этом никаких конфликтов с Сием. События из журнала V-Gate можно просматривать и получать отдельно или вместе с событиями в других системах контроля и мониторинга событий безопасности. На сладкое Сисадмину досталось задание – привести структуру в соответствии со всеми имеющимися стандартами. Значит, нужно пройти обучение, запастись необходимой литературой и начать ставить галочки, галочки, галочки. V-Gate поможет разобраться со стандартами, которые предписываются компаниям, приведет инфраструктуру в соответствии с требованиями. Например, в соответствии с требованиями закона о защите персональных данных – ФСЗ-152. На вкладке «Политики безопасности» можно создать определенную политику на основе шаблона. Программа предложит выбрать из соответствующего набора настроек нужный. Сисадмин не всеведущий. Иногда и ему нужна техподдержка. А общение с техподдержкой может выглядеть вот так. Техподдержка компаний «Код безопасности» работает круглосуточно и ежедневно. Поэтому в любое время дня и ночи пользователь получит внятную консультацию по любому вопросу. Средства защиты информации в виртуальных инфраструктурах V-Gate доступны компаниям любого сегмента бизнеса. Стоимость одной лицензии на один виртуальный сервер ESXi – 24 000 рублей. Решение уже опробовано госкорпорациями, финансовым сектором и сферой образования. Продолжение следует...